Добрый день дорогие друзья! В этом и следующем выпуске мы с вами будем знакомиться с моделями американской яхтиной верфи Cherubini. В этих двух выпусках я сделаю обзор всех моделей парусных яхт верфи. Да-да, всех, потому что их всего две, но зато каких! Они действительно замечательны! Итак, в этом выпуске я расскажу о шхуне Cherubini 48, а в следующем о кече Cherubini 44, и сделаю небольшое сравнение их технических параметров. Обе модели верфь позиционируют как fast and comfortable boats, быстро и комфортно. И прежде чем перейти к краткой истории верфи, я хочу обратить ваше внимание на то, что яхтенная верфь Cherubini выпускает современные яхты в классических длиннокелевых корпусах. Если вы захотите заказать себе яхту Cherubini, то это будет абсолютно эксклюзивная лодка, где все от планировки до использованных материалов будет согласовано с вами. И вначале по традиции краткая история яхти на верфи. История верфи Cherubini яхт началась в 1937 году. Братья Джон и фрай Cherubini строят парусник в подвале своего семейного дома по чертежам из журнала Radar Magazine. В 1938 году Джон Cherubini изучает военно-морскую архитектуру в Вестлонском институте морских технологий. С конца 1940-х годов Джон Cherubini начинает продумывать идею и рисовать лодку своей мечты. В начале 60-х Леон Cherubini и его сыновья Джон, Фрайт, Ричард, Джо и Том управляют небольшим бизнесом в Берлингтоне, штат Нью-Джерси, по производству парусных лодок класса Moss, Sistel и Light Knight и других лодок. Также был построен Tar Baby, первый оригинал Cherubini. В то время в производстве также находился CS Camp небольшой подвесной мотор, разработанный Джоном. В 1960-х Джон Cherubini какое-то время работал успешным авиационным инженером в компании Boeing. В 1972 году Джон разработал небольшую яхту SX-26 с центральным кокпитом и шестью койками. Его можно было оснастить как шлюп, так и как кетч. Лодки этой модели выпускались компанией SX с 1972 года по 1976. В 1973 году Джон Cherubini помогает запустить производство Hunter Marine у Орена Люрса, проектируя модели 25, 27, 30, 33 и 36. И наконец, в 1975 году Джон завершает работу над чертежами 44-футовой парусной лодки, о которой он мечтал еще с конца 40-х годов. Он и брат Фрайт начинают строительство самого первого Cherubini 44. В 1977 году выпущен первый Cherubini 44 «Белый ястреб». Воплощение многолетних набросков и усовершенствований действительно поражает воображение. В том же году Джон Cherubini проектирует моторные яхты Mindship Trailer 34, а позже и Mindship 40. В этом же году Джон конструирует парусную яхту Raider 33. В 1983 году родилась первая шхуна Cherubini 48 Staisel Schooner – лодка мечты Фрайта Cherubini. С этого момента и по сегодняшний день верфь разрабатывает и строит, кроме шхуны Cherubini 48 и Кетча Cherubini 44, моторные яхты и лодки. Также занимается восстановлением яхт и лодок. Верфь имеет свой сайт, ссылка будет под видео. Расположена верфь в Филадельфии. И как обычно, напомню, что на канале «Идеальный круизер» мы, анализируя модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Итак, шхуна Cherubini 48. Корпус – цельный, ламинированный и высокопрочный из стекловолокна, пропитанного виниловым эфиром. Обратите внимание, пожизненная гарантия на конструкцию корпуса. Тип парусного вооружения – шхуна. Тип келя – шилкель. Руль – традиционный навес на келе. Дизайн – Джон Cherubini. Длина корпуса максимальная по палубе – 48,75 фута. Длина корпуса по КВЛ – 44 фута. Ширина корпуса максимальная – 13 футов. Осадка – 5,83 фута. Водоизмещение – 37600 фунтов. Площадь парусности – 1218 квадратных футов. Как вы видите, эта лодка уже не вписывается в эталон. Ее длина несколько больше, чем у эталона. И может возникнуть вопрос, зачем я вообще ее рассматриваю? Для начала давайте определимся, почему для эталона выбран диапазон длин от 36,5 до 45,5 футов. Ответ достаточно прост. Во-первых, лодки короче 36,5 футов имеют недостаточное водоизмещение для того, чтобы обеспечить приемлемый, с точки зрения идеального круизера, комфорт и безопасность. Во-вторых, на круизере предполагается малый экипаж. Чаще всего это семейная пара, которой будет трудно справиться с управлением яхты длиной более 45,5 футов. Почему же я рассматриваю лодку с длиной корпуса почти 49 футов? Потому что на канале «Идеальный круизер» мы не ищем какую-то идеальную лодку. Мы лишь анализируем тех параметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с эталоном. Концепция личной вашей лодки скорее всего будет отличаться от концепции, предложенной Джоном Холтропом. Например, для капитана Германа при выборе лодки самым важным фактором был авткокпит максимально большого размера, как жизненное пространство. Это был главный фактор и все остальное уже выстраивалось от этого. Вполне может быть, что чей-то экипаж состоит не из двух, а из четырех человек. Например, родители и их взрослые дети. И тогда вариант «Шхоны Чарубини-48» может стать самым привлекательным. Анализ технических данных канала «Ярный круизер» поможет понять, что за лодка находится перед вами и, вероятно, убережет кого-то от приобретения яхты «Ноугад». Посмотрим, что на индикаторе. Зеленая зона – это значения, соответствующие значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Чарубини-48 значение фактора энерговооруженности равно 17,44, что говорит о сбалансированности водоизмещения и площади парусов. Значение чуть выше, чем у эталона, поэтому добавим плюс к условному драйву. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути, показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 197,05 означает, что лодка относительно легкая для своей длины и это еще один плюс за спортивный характер. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Чарубини-48 значение равно 42,02, что больше, чем у эталона. И это неожиданно приятно для лодки с таким небольшим значением фактора водоизмещения. Риск опрокидывания. Наиболее подверженными риску опрокидывания считаются лодки с широким корпусом из-за их пониженной способности к выпрямлению после переворота и лодки с малым весом из-за их резкой реакции на большие волны как результат низкого момента инерции. В нашем случае значение равно 1,5 единицы, что значительно меньше, чем у эталона. Конечно же, это плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Это один из показателей остойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 0,43 означает, что в данном случае отдано предпочтение остойчивости веса. Кроме того, значение соответствует эталону. Плюс за условный комфорт. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. И несколько неожиданное значение. 3,75. Значит, яхта относительно не широкая. Не широкая относительно своей длины. Но и узко ее назвать нельзя при ее максимальной ширине в 13 футов. А это ни много ни мало 4 метра. Плюс к условному драйву. Скорость корпуса. Расчетная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. В нашем случае она равна 8,89 узла, что значительно выше, чем у идеального круизера. Плюс в сторону условного драйва. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Cherubini 48 значение равно 1,07. Это говорит об отличной сбалансированности яхты. Плюс в зеленую зону. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции. Тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Значение 2,684,721,55 фунта умноженное на фут в квадрате. Это очень большое значение. Гораздо больше, чем у идеального круизера. Плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Лодки с периодом меньше 4 секунд считаются чрезмерно остойчивыми, а с периодом больше 8 валкими. Для Cherubini 48 период равен 4,91 секунды. Это хорошее значение для круизера. Показатель остойчивости. Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на остойчивость. Остойчивыми считаются лодки со значением до единицы. Валкими со значением более полутора единиц. Значение 1,24 говорит о сбалансированности яхты, хотя и немного не попадает в диапазон эталона. Плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06G это значение практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18G считается недопустимым. Для Cherubini 48 значение ускорения бортовой качки равно 0,04G. Это просто отличное значение и находится в зоне значений, не оказывающих влияния на человека. Подведем итог по Cherubini 48. Удивительная лодка, в которой конструктор смог совместить, казалось бы, несовместимые вещи. Смотрите, фактор водоизмещения говорит, что лодка относительно легкая, но при этом у нее какой-то невероятно большой момент инерции. Лодка относительно узкая, но ее ширина составляет целых 4 метра. Опять же, относительно легкая лодка имеет фантастически низкое значение ускорения бортовой качки. Остается только восхищаться и согласиться с тем, что это действительно fast and comfortable boat, быстро и комфортно, как и позиционирует верфь в свои лодки. Рейтинг идеального круизера по набранным валам для шхудной Cherubini 48 – 8,6. Напомню, что уже по исходным данным, эта яхта не совсем вписывалась в модель эталона. И тем не менее, шхуна Cherubini 48 занимает четвертое место в нашем рейтинге, потеснив Bavariu 42, Trintella 5 и CNC 35. Чему я даже рад. Как-то легла мне эта лодка на душу. Есть в ней какой-то особый шарм, что ли? Да, хороша, ничего не скажешь. И в следующем выпуске я познакомлю вас с яхтой Cherubini Catch 44 и сделаю небольшое сравнение технических параметров Cherubini 48 и Cherubini 44. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях и я подготовлю выпуск поинтересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный Круизер.